Всем привет, меня зовут Лёша Халецкий, вы на канале Лёша Играет, и мы продолжаем играть одним городом в цивилизацию номер 5. Это вторая серия, и если вы пропустили первую, обязательно сначала посмотрите её, иначе вы не будете понимать, что происходит. Итак, вот я достраиваю Пизанскую башню, получаю бесплатно великого инженера, точнее выбираю. До этого у меня на прошлом ходу ещё один великий инженер родился, поэтому я сейчас вне хода ещё одно чудо построю, используя великого инженера. Напомню, великий инженер у нас именно благодаря тому, что храм Артемиды мы так замечательно вначале построили. И вот ещё великий пророк родился, который я пока не знаю, куда девать. Значит, одного великого инженера мы тратим на Сикстинскую капеллу. Тоже очень неплохое чудо для этой стратегии, потому что оно на 25% уменьшает, точнее увеличивает культурную отдачу от города. Поэтому мы быстрее будем общественные институты принимать. Поэтому если вы играете стратегию одним городом, то Сикстинскую капеллу тоже неплохо построить. Но на неё так сильно делать акцент, как на Пизанскую башню и на фарфоровую пагоду не стоит. А вот сейчас мы и достраиваем фарфоровую пагоду, которая очень важная для нас чудо. Получим от него сейчас бесплатно великого учёного. И потом поставим его в Академию. Вот я пока не знаю, что делать с великим пророком, но единственное, что приходит на ум, это им святыню построить где-нибудь на земле у себя. Потому что больше его деть некуда вот в данном случае. Потому что у нас дуэль. Если бы у нас много других городов было, естественно, я бы обращал в свою веру другие города. Но так как у нас дуэль с моим соперником, и он мне не даст, конечно же, обратить в свою веру город, то я пророка использую для строительства святыни. А великого учёного, как я и говорил, до открытия лабораторий, до строительства лабораторий, мы используем для строительства академий рядом с городом, который нам будет давать много науки. Вообще, по-моему, меня уже спрашивали в комментариях по поводу великих людей, как работают великие учёные. Значит, великими учёными вы можете либо строить академию, вот чем я занимаюсь, либо ускорять исследования. Вы меня спросите, почему не ускорять исследования. А, вот видите, у меня шпион новый появился. Естественно, я его отправляю к сопернику в город, подсматривать за ним. И, наконец-то, продолжаю рационализм. Значит, рационализм принимаем левую ветку. Первые два из рационализма по левой ветке. Если мы играем против компьютера, то вообще всю левую ветку. Потому что там последняя... А, вот я ещё чеченицу решил достроить. Она увеличивает золотой век. А у меня, видите, как раз скоро золотой век ещё и начнётся. То есть я по чудесам явно всё самое жирное у соперника урвал. Да, напомню, что мы в начале... В конце прошлого видео, в начале этого, избрали разную линию развития. То есть до этого мы обошли по научной линии. Но дальше я пошёл к школам, а мой соперник пошёл к артиллерии. То есть он избрал военное развитие. Правда, я ещё об этом не знаю. Это я вам сейчас рассказываю в связи с тем, что мы уже обсудили результаты. Я знаю результаты, вот сейчас вам комментирую. Ну вот, видите, я продолжаю строить чудеса. В очередной раз вам напоминаю, что я это делаю, потому что мы играем вдвоём. С большим количеством соперников или против компьютера на высоком уровне сложности у вас это не удастся. Ну и к тому же у меня просто нет других вариантов строительства. У меня почти всё в городе построено. То есть если вы окажетесь в такой ситуации, что у вас всё построено, то начинайте строить юниты и захватывайте другие города как марионетки. Почему нет? Это дополнительный бонус будет к вашей нации. Всё равно... То есть вы их захватываете как марионетки, а не как... Не аннексируете, а делаете сателлитами. У меня, видите, в городе осталось только арену построить и что там ещё, по-моему. То есть здания, которые счастье дают. А городу, как вы видите, плюс 17 счастья, ну нафиг не надо. Ну вот, как видите, по демографии у нас всё ровно. То есть у нас нету в каких-то областях, чтобы кто-то, я или соперник, сильно отрывался вперёд. Так что идём одинаково, никто вперёд не вырывается. И вот будет интересно, чья же стратегия его по военной ветке или моя по научной окажется более выгодной. Опять же, напоминаю, что я ещё не знаю, что он вот в этой игре идёт по военной ветке. И продолжаю развиваться. Вот потратил на оперу, чтобы у меня больше... Быстрее культура накапливалась. Так, пока вот следующим уходом только мой шпион сможет подсматривать за троллем-рыбаком. Ага, он строит замок Химедзи. Ну вот уже повод насторожиться, потому что это такое чудо, которое даёт бонус к военным действиям. И, видите, он переключил с университета своего одного специалиста на мастерскую. То есть, у него, видимо, не хватает продукции для более быстрого строительства. У нас же всё пока идёт по науке. У нас специалисты сидят в университетах. И быстрее бы нам школу открыть. Ну, пока есть денежки, апгрейджу своих всего лишь двух юнитов. Ну, вы видите, я постоянно слежу по демографии, что войск у нас одинаковые, нету смысла новых мне строить. Вот, благодаря чеченице у меня золотой век не восемь ходов. Будет сейчас длиться аж двенадцать. Благодаря этому у нас будет и золота дофига, и продукции. Ну, как бы, идёт развитие замечательно. Всё хорошо. Обрабатываем клетки, которые доступны. Город растёт, всё строится. Ну, видите, я уже сейчас на немножко впереди своего соперника. Но это только из-за чудес света. То есть чудеса света дают очень много качкам. Видите, в городе начинают строить эрмитаж. Хоть это и не мировое чудо света, а национальное, но оно даёт много культуры. А нам надо как можно быстрее рационализм открывать, чтобы получать бонус к науке. То есть, собственно, вот в данной конкретной игре и вообще стратегия игры одного города, который не очень часто сильно воюет, это стратегия научной победы. То есть, как можно быстрее открывать науку и даже не строить скорее космический корабль. Хотя это тоже... Просто вам могут соперники не дать построить космический корабль в онлайне или компьютерные соперники. Ну, особенно в онлайне. У вас только один город, понимаете, да? И вы все пять составных частей космического корабля можете не успеть построить. А вот прийти первым к атомным бомбам и забросать своих соперников ими вполне возможно. Я вот, например, могу вспомнить, что я как-то играл онлайн. У меня была стратегия там всего захвата. И, в общем, в итоге на карте остались только я, где-то с восьмью городами, там пять марионеток было, три своих, и Россия. И у того, кто играл за Россию, он как раз избрал тактику игры одним городом. И он меня нормально опережал в науке. Я его, конечно, потихоньку догонял, потому что все-таки большое количество городов, оно дает больше науки. Я постепенно догонял его по научному развитию. Ну, вот, кстати, видите, мы рационализм опять принимаем дальше, следующую ветку. Но ему хватило этого времени, чтобы подготовить армию, и она более была развита, чем моя. И я не смог его взять, хотя осаждал очень долго, но не смог победить, и он улетел в космос все равно. То есть, если вы видите, что кто-то в онлайне играет одним городом, не давайте ему развиваться. Я не уверен, что вы сможете захватить его город вот прямо так, но разрушать его улучшение, вообще всячески его напрягать имеет смысл. Вот, кстати, посмотрите, я сейчас увидел, что мой соперник не рационализм открывает, а честь, и понял, что нам предстоят впереди военные действия. Ведь развитие одного города подразумевает именно сначала открытие традиций для максимального роста, а потом открытие рационализма. Итак, я открыл школы, научную теорию. Теперь открываем индустриализацию, чтобы найти на карте уголь и строить фабрики. Это улучшит наша производительность. А после индустриализации будем электричество открывать, чтобы можно было строить ГЭС, что добавит молотков от реки. Ну и вот я получил очередного шпиона, которого сажу, естественно, в свой город, чтобы он защищал от шпионов соперника. И, кстати, когда вы входите в индустриальную эру, вы можете очки веры теперь тратить на великих людей. Вот я, правда, сейчас забыл об этом. Ну, вот видите, мы тут с друг другом изображаем, что не понимаем, кто что затевает. Ну, когда вы вдвоем играете, очень понятно, что по демографии и решить, что делает соперник, очень просто. Тут нету каких-то скрытых вещей. Вот когда шесть человек играет, то вы видите только лидеров. Понимаете, лидеров и аутсайдеров. А тех, кто там в серединке, вы же не знаете, какие у них там, сколько у них армии, какое у них развитие. Вот. Так, ну, с вами пушки строят. Ну, понятно, для кого он пушки строит. Явно же не обрабатывать ими клетки, не строить академии. Принял честь, строит пушки. Значит, скоро будем ждать его в гости. Вот что-то я у него даже украл. Стали варенье. Ну, приятное. Так. А, он, видите, разве мы не воюем? Он меня спрашивает. Мы же там в перманентной войне. Значит, почему... Например, вы меня спросите, почему я на него не нападаю? Дело в том, что при игре одним городом проще защищаться, чем нападать. Ну, естественно, если вы нападаете против слабых соперников, вы будете далеко впереди. По научному развитию у вас будет крутое... Крутое войско, вы все нормально победите. Но вот когда вы два одинаковых соперника, понимаете, два одинаковых соперника, тут будет проще защищаться. Почему? Потому что один город, он будет иметь очень большой культурный радиус. И до него... Вот именно до самого города будет очень тяжело добраться. То есть надо, во-первых, использовать конников. То есть тех юнитов, которые на много клеток передвигаются. А это значит, что они уязвимы против пикинеров, ну, против тех юнитов, которые как раз против конных всяких войск специально сделаны. И тут как бы больше проблем с нападением, чем с защитой. Но вот, видите, вот в этой стратегии будет интересно, потому что у моего соперника будут более продвинутые войска, чем у меня. Потому что он идет по нижней ветке войны, а я по верхней науке. И, как скажется, то есть здесь будет все зависеть, видимо, от производства. А вот видите, как раз я переключил очки веры на великих людей. В данном случае, конечно, на великих ученых. Они нам нужны, более нужны, чем великие торговцы. И, естественно, продолжаю их устанавливать на академии. Так вот, у кого будет лучшее производство в плане строительства юнитов, ну, и, естественно, от мастерства, от тактического гения, как мы будем двигать свои войска. Естественно, мне будет проще, как защищающемуся. Защищаться в данном случае, как я уже говорил, будет проще. Но все равно тут много вариантов. Тем более, что мой, опять же, соперник идет по чудесам военным. У него будет много генералов. Будет интересно, если он генералами со всех сторон кругом на меня нападет. Вот как мне тогда защищаться будет? То есть, он будет... Но это все гадание, мы дальше увидим, как будет на самом деле. Итак, мы открыли индустриализацию, и я вижу, что у меня нету угля. Зато у моего соперника уголь есть на территории. Вот это проблемка. Вот это проблемка. То есть, он получит... То есть, я не смогу, во-первых, фабрику построить без угля. Мне его взять негде, потому что купить невозможно. И вот тут я решаю идти не на электричество, а, может, тоже по военной ветке. Потому что, боюсь, раз он будет со мной воевать, то мне нужны юниты. А так как у меня нету угля, то тут у меня начинаются проблемы довольно большие. И вот в этом месте я как бы уже заволновался. Потому что вот такое отсутствие важного... Очень важного ресурса в этой игре, оно как-то напрягает. И вот я начинаю быстро покупать, строить войска для того, чтобы у меня было чем защищаться от моего соперника. То есть, я закончил развитие города. Но вот, в принципе, из чудес Биг Бен неплох был бы, потому что он снижает стоимость покупок юнитов. Ну, вообще покупок снижает стоимость, меньше денег придется тратить. И вот замечательно, еще один у меня ученый великий появился. У меня уже три академии, то есть у меня так с наукой очень неплохо все стоит. Кстати, уже можно в городе, видите, в школу посадить специалиста. Видите, у меня... Справа, обратите внимание, университет занят специалистами, а школа нет. Но я не сажу, потому что у меня просто не успеваю... Проходит время, и я не успеваю об этом вспомнить. А надо бы садить, конечно. И продолжаю. Я почему иду сейчас к фертилайз, удобрения по-русски? Потому что они дают еще бонус к фермам, которые не рядом с рекой. Так, продолжаю рационализм уже по правой ветке принимать. Видите, у меня очень хорошо рационализм идет. Быстро все открывается. Но фабрику не могу построить, не могу построить. Все остальное мне сейчас в городе строить не нужно, поэтому я начинаю клепать войска, чтобы защититься. Потому что грядет Великая война. Это понятно по приготовлению моего соперника. Надо выдвигать юнитов. Хорошо бы еще, конечно, их продвинуть подальше. Быть готовыми к тому... Ну, заранее быть готовыми к приходу войск соперника, а не держать их на границе города. Я ж не знаю, как он собирается на меня нападать. Ну, скорее всего, конечно, будет обстреливать пушками и потом добивать конницей. Хотя, опять же, неизвестно, сколько у него там ресурсов лошадей. Он же тоже ограничен по ресурсам. У нас же всего по одному городу, поэтому... Здесь проще, конечно, строить сейчас мушкетеров и стрелков, потому что они не требуют ресурсов никаких. И, видимо, так, смотрим, что у него... Ну, я вот по солдатам пока вырвался вперед. Но это, видимо, только потому, что я сейчас проапгрейдил своих основных солдатов. Так, тролль-рыбак заканчивает Тадж-Махал. Значит, у него сейчас будет золотой век. Бонус к золоту и производству. И к росту тоже. Ну, а я вот, видите, уже очередного великого человека, великого ученого. И это в данном случае... Это не от веры, а от специалистов, которые в университете у меня сидят. Понимаете, да? Опять убит мой агент. Ну, переключаю тогда из... Переключу сейчас... Сначала поставлю великого ученого на Академию. Переключу своего шпиона, который у меня в городе сидит, на соперника. Чтобы постоянно следить. Тут важнее, так как мы в дуэли играем, важнее не то, чтобы он у меня не крал какие-то технологии. Потому что мы, в принципе, с ним одинаково идем по технологиям, как я и говорил. А важнее смотреть, что у него там происходит в его городе. Так, ну вот, уже три мушкетера у меня есть. Сейчас еще потом проапгрейджу следующим ходом длинномечника. И более-менее, значит, я по армии, надеюсь, смогу отбиться. Да, по пути к удобрению я открыл химию, которая увеличила производство на всех моих лесопилках и шахтах. Тоже, кстати, неплохие техи, но я рекомендую к ним идти именно после электричества. То есть, индустриализацию открываем, электричество, а потом идем к удобрению, чтобы получить вот бонус к производству и бонус к росту городов. Потому что еще раз напомню, удобрение увеличивает отдачу еды на фермах, которые не рядом с рекою. Ну, у нас, видите, этих ферм очень много. Вот на всех клеточках, где три еды, там у нас фермы не рядом с рекой. Так, ну вот в данном случае я вижу у себя небольшую ошибку. Я зря как бы держу сейчас юниты на своей границе. Вполне можно было бы их хотя бы один или два юнита продвинуть вперед для того, чтобы смотреть, где мой соперник, быть готовым к его ходу. Ну и обращайте внимание, что, видите, я постоянно не забываю вручную переключать своих работников с клеток. И вот сейчас одного выключил, но, наконец, на школу посадил. Потому что это важнее, чем он будет находиться на торговом посту. Несмотря на то, что торговый пост сейчас у меня еще и науку добавляет, но все равно там всего одна наука, а в школе, находясь, он будет давать три науки. Сразу три научных очка. А ну вот, видите, вот сейчас я, наконец, догадался выдвинуть своих юнитов немножко вперед, чтобы заранее быть готовым к нападению. Так, тролль-рыбак там тоже занялся чудесами пока. Кстати, давайте посмотрим, что он пишет. А он пишет, что увидел, что я иду к школам, следовательно, буду какое-то время слаб. И решил поймать птицу счастья. Начал заполнять честь и автократию вместо традиционного рационализма и порядка. А рабочим отдал приказ строить дорогу к моему городу. Так, дальше там он уже будет про войну писать, так что дождемся, когда война начнется. Кстати, обратите внимание, что я уже рабочим строю не фермы, а торговые посты. Потому что у меня уже достаточно ферм для роста, для достаточного роста, а торговые посты, благодаря тому, что я принял рационализм, будут давать науку. А сейчас нам важно по науке как можно быстрее. То есть, размер города вполне нормальный. То есть, он будет и дальше, все возможности для роста у него есть и так. Третье, я строю Бюкбен. Все-таки это хорошее чудо в данной ситуации. Так-то вам в игре лучше его и не строить. Но здесь я знаю, что я быстрее его построю, чем мой соперник. Он мне даст возможность дешево покупать. Да еще и плюс 4 золота. Так что иметь Бюкбен в своем распоряжении очень неплохо. И вот, видите, вперед, а вот и нашелся рабочий соперника. Вот тут мы приблизительно встречаемся. Видите, вот он, видимо, тут или использует рабочего как разведчика, либо строит им дорогу как раз здесь, ко мне. Ну, вполне нормальный ход, потому что с дорогой нападать намного удобнее. Подводить войска тем более. Так, ну вот очередной шпион у меня появился, которого я... А, я забыл передвинуть к сопернику. Ну, видите, тут столько всего происходит, что я забываю некие мелкие манипуляции производить. Они должны уже автоматически, конечно, делаться все это. Ну, тут пока я сосредоточен на мысли о том, что сейчас будет война. Не дай бог проиграть так глупо по войне. Надо быстрее охранять проход. Ну, видите, тут такая карта получилась, что проход только по центру такой более-менее удобный. И еще между гор есть проход, но они такие узкие, там не очень удобно проводить. Хотя я бы, опять же, на месте соперника обходил со всех сторон. То есть, и по центру ударил, и вел войска в обход тоже, то есть, и с боков. Я бы такими, если бы я нападал, я бы тремя группами со всех сторон напал. Ну, вот видите, захватил тут его раба. И иду... Раз он их решил нападать, знаете, лучшая атака это, лучшая защита это нападение. Вот иду смотреть, что у него тут с войсками, что он планирует делать. Кстати, там, судя по карте, вот по этому такому выросту, он там, по-моему... Надо глянуть... А, нет. Показалось, что он использовал генерала для строительства крепости и увеличения своей территории. Ну, вот видите, мы одновременно закончили два чуда. Естественно, мой Биг Бен более крут, чем его запретный город. Именно в данной игре, потому что запретный город дает счастье. У нас с ним вдвоем счастье немерено, то есть, счастье нам не нужно. А вот Биг Бен дает снижение расходов. А деньги нам будут нужны и ему, и мне для войны. То есть, у кого будет больше денег, тот будет больше покупать. Ну, видите, я расформировал рабочего, потому что на его содержание тратятся деньги. А мне моих двух для улучшений хватает выше крыши. Тем более, его еще надо будет везти к городу. Это тоже время. Я лучше сэкономлю эти средства и сразу его расформирую, чтобы он еще и сопернику не достался. Вот видите, здесь я решил своим юнитом тоже исследовать территорию. Я начал бояться, что он как раз... То есть, я вот... Вы всегда думаете так, как вы бы поступали. Понимаете, вы должны продумывать ход вперед и думать о том, чего хочет соперник своими действиями. Вот я вам сейчас рассказываю, что я бы нападал с трех сторон, поэтому сразу пошел проверять все стороны, чтобы мой соперник не прятался там, где-то свои войска не копил и не напал внезапно с того фланга, где я не ожидаю его. Поэтому вот исследую нахождение всех юнитов соперника. Как видите, за это время я успел уже принять предпоследний общественный институт в рационализме. Построил бараки и арсенал, по-моему, в городе. Поэтому у меня уже... Мои юниты будут с двумя продвижениями появляться. Буду... Ну, сразу два продвижения могу у них сделать. Пушки я строю не для атаки моего соперника, а для защиты. То есть я уверен, что у него тоже будут пушки, скорее всего, и, скорее всего, он будет меня обстреливать. И чтобы обстреливать его пушки, я буду использовать свои пушки. А вот и рыцари. Как я и говорил, в данном случае для нападения лучше всего конных юнитов использовать. Вот он их и строит. Единственное, что, опять же, проблема, что он будет ограничен ресурсами, лошадьми. Не знаю, сколько у него... Я, наверное, смотрел, просто не обратил на это внимание, сколько там у него лошадей есть. Ну, четыре-шесть пускай будет. Этого не очень много. Недостаточно. А потом рыцари апгрейдятся в кавалеристов, да? А что там дальше? Кавалеристов, по-моему. А дальше апгрейдятся в танки, для которых нужна нефть. Что, опять же, будет проблема. А вдруг у него вообще не будет нефти рядом с ним, как у меня нету угля. Вот проблемы начинаются. А стрелки, то есть мушкетеры, стрелки и так далее никаких ресурсов не требуют. Поэтому они довольно универсальны. Так, ну что, начинаются стычки. Видите, я пока как бы проигрываю. Если посели опаньки. Подставил случайно своего пулемета. Поэтому я быстро передвигаю туда мушкетеров. Не мушкетеров, гостей, аркибузеры. Аркибузеры. Для того, чтобы у него меньше было движения. Ну вот, начинается. Вот, смотрите, за войной стратегия. Пошаговая стратегия превращается в реал-тайм стратегию. Так, пока такая ничья. Мини-ничья. Главное, что я ему не даю продвигаться вперед особо. Мне все равно придется отступить. Потому что мы сейчас находимся ближе к его городу. Он там явно уже дорогу построил. Просто как бы его тут притормозить. Чтобы он не особо расслаблялся. Понимаете? Чтобы у него там, например, времени не хватило. Что-нибудь во время его хода сделать. Чтобы он был занят вот войной. У меня там все нормально. У меня там все своим ходом идет. А здесь я ему мешаю. То есть это тоже стратегия. Так, все. У меня тут, по-моему, уже все походили. Замечательно. Убил его шпиона. И потихоньку отвожу уже свои войска. Потому что я вижу, он там подводит силы основные. Не хотелось бы тут всех своих вот этих юнитов, которые я привел, растерять. У нас задача только слегка напрячь соперника. А не воевать с ним прямо вот здесь уже. Так, ну, этот аркебузер у меня исследует территорию. Смотрит, чтобы соперник отсюда не подкрался. А тут войска расставляю по периметру для защиты. Для того, чтобы было удобно защищаться, когда подойдут основные силы соперника. Но пока, видите, он явно не накопил столько силы, чтобы на меня нападать. Поэтому мы тут можем слегка покуролесить. Давайте демографию посмотрим. Ну, вот по науке я его уже на 3% опережаю. Зато начинают вставать по населению в городе. Ну, и войска примерно одинаковые. У меня чуть-чуть-чуть, типа, выше по очкам. Но это можно считать, что равенство. Так что не особо важно. Да, у него 32, в городе у меня 30. Но так как у меня как раз школы стоят, и на науку поставлен весь фокус, то, естественно, у меня наука круче него. И вот, видите, я сейчас прекратил, обратите внимание, идти по военной лестнице, пока я решил открыть радио. И дальше... Ну, то есть вообще иду к лабораториям. К самому крутому научному зданию в этой игре. Юниты пока к самой границе своей не отвожу. Оставляю здесь их как дозорными, чтобы они следили за перемещением противника. Опасно. Непонятно, как он тут пока хочет. Я еще не знаю, как он хочет на меня нападать. Так, ну, защитные здания я пока не строю. Ни стены, там, ни замок. Вот, купил полицейский участок, чтобы обезопасить от шпионов. И вот, к сожалению, видите, не могу ни ГЭС построить, потому что нету алюминия. Обратите внимание, у меня нету алюминия. И не могу фабрику построить, потому что у меня нету угля. И у меня, получается, большие проблемы с производством в будущем светят. То есть, у моего соперника есть и то, и другое. Он может и фабрику построить, и ГЭС. И это сразу ему добавит очень много молотков. И он по производству будет меня опережать. То есть, даже если он будет отставать по науке, он будет это отыгрывать в производстве. То есть, например, я там раньше дойду до этого проекта «Союз». Ну, то есть, когда космический корабль строить. Но так как у него молотки лучше, то он быстрее будет строить все эти комплектующие. А вообще с алюминием такая проблема, что без алюминия космический корабль-то нельзя построить. Но, слава богу, в аддоне есть выход из этого. Можно мусорный завод построить. Мусорный завод дает вам две единицы алюминия. И вот тогда можно и космический корабль. То есть, одной единицей алюминия мы построим ГЭС таким образом, благодаря. А другой единицей алюминия мы будем строить космический корабль. Вот так-то. Так что с алюминием еще можно решить. Дело в том, что до мусорного завода еще надо дойти. Его еще надо открыть, эту технологию. И пока мы ее не откроем, я ГЭС построить не могу. И до алюминия я не могу никак добраться. А до угля вообще никаких вариантов. Вот видите, вот есть уголь недалеко от моего города. Но он до него не дорастет. Точно никак не дорастет. И похоже, есть единственный вариант. Это использовать генералов для того, чтобы строить крепости. Помню, что генерал строит крепости и как бы отжирает территорию. Но крепость надо строить не дальше одной клетки от своей территории. То есть как минимум два генерала мне, видимо, понадобятся. Так, ну вот, пожалуй, построю ЦРУ, чтобы снижать эффективность вражеских шпионов у меня, чтобы он не мог красть у меня никаких технологий. А он там, видимо, пока клепает войска. Пока я тут занимаюсь всякими чудесами. Так, ну я все еще великих ученых. Ну, у меня тут как бы нету особых вариантов. У меня либо великий ученый, либо великий торговец. Причем великого торговца. Ну, куда мне девать? Великие пророки мне не нужны. Так что пока строим... Очки веры отправляем на великих ученых. Ну, войска свои пока располагаю в лесу, чтобы повысить их обороноспособность. Вот смотрите, как у меня в углу тут красиво было ресурсов, но до них я добраться не могу. Там и лошадки, и камешек. О, что-то я там... Мои какие-то шпионы пополучали повышение, видимо. А, новых шпионов... О, еще и великого инженера получил, очередного. Можно использовать для убыстрения чуда. Ну, как раз и Эйфелева башня, собственно, мне никакие больше и не нужны. Быстренько ее построим. А Эйфелева башня, напоминаю, уменьшает... Точнее, увеличивает счастье. Дает плюс пять счастья. И еще плюс по одному счастью за каждые два принятых общественных института. Хотя у меня счастье и так немерено. Ну, пускай будет, зато быстрее золотой век начнется. Почему нет? Пока, видите, я не опасаюсь сильно нападений и войска не строю. Я вместо этого упор делаю на оставшиеся чудеса. Чтобы они мне тоже бонусы давали. Тут даже не их главные бонусы меня больше интересуют, а их прибавка к рождению великих людей. Чтобы появлялись великие люди и было больше возможностей их использовать. А больше всего меня интересуют великие инженеры и великие ученые, естественно. Ну, вот сейчас уже, так как нету больше никаких чудес света, я решаю построить замок. Ну, потому что защитные вот эти здания, стена, замок, что там дальше идет, я не помню. Они не требуют денег на содержание. То есть, они дают бонус к защите города, но не требуют... Ага, вот где его войска. Он пошел вот в такой обход моих войск. Ёлка-палка. Я его тут чуть не прозевал. Видите, он мудро использовал особенности местности, так как за лесом не видно юнитов. То есть, у меня был ограничен обзор, поэтому он смог обойти. Так, успею я излечить своего юнита? Успел. Фу, чуть не убили. Вы же смотрите. Ну, видите, такая... В онлайне пошаговая стратегия превращается в своего рода реал-тайм-стратегию. Ну, довольно забавно. К этому надо приноровиться, когда привыкнешь воевать проще. В начале, конечно, ужасно напрягает, потому что вы по привычке медленно передвигаете свои юниты, а ваш соперник уже, если вы против опытного играете, очень быстро-быстро-быстро и почикал все ваши юниты. И вы такой, а-а-а, черт, как же так? Ну, вот я же говорю, в начале, когда только начинал в онлайне играть, было ужасно обидно. Соберешь огромную армию, а ее чик-чик-чик и нету. Поэтому я вам, конечно, рекомендую еще научиться клавиатурой пользоваться в цивилизации. Это очень важно. Выучить все... Ну, не все, но очень... А, вот арсенал, значит, следующий после замка. Выучить основные горячие клавиши, передвигать юниты клавиатуры. То есть, я вот, например, юниты во время войны, то есть против других юнитов, когда мне надо очень быстро передвинуть какое-то подразделение, я использую клавиатуру. Стрелочки, вот там, где стрелочки, передвижение. Ну, и всякие горячие клавиши, то есть, там, укрепиться, F, вылечиться, H и так далее. Построить генералам крепость Ctrl-C. Это делается для того, чтобы просто есть вероятность, что вы передвинете генерал, и его сразу убьют. Поэтому, чтобы этого не было, вы быстро передвигаете и сразу же ставите крепость, не выбирая мышкой меню, понимаете, да? А нажимая Ctrl-C, то есть горячие клавиши. И тогда, вероятно, ваш соперник не успеет его захватить. Ну, такие мелочи в войне, в онлайне. Естественно, если вы играете против компьютера, то там все, вы по очереди ходите, и никаких проблем нет. Вот видите, я тут, пока он там нападает, я быстренько подкрался своим аркебузером, и, может быть, разрушу какое-нибудь его улучшение. Дай бог получится. Ну вот, начинается очередной золотой век у меня, можно общественный институт принимать, то есть идет развитие полным ходом. Так. Опаньки, это я вот зря сюда пришел. Черт, я не... А, у него же великая стена построена, поэтому только на один... Ну, все, там, к сожалению, моему аркебузеру Гамон придет. Так. Если я вот сейчас приму рационализм, то мне дадут две технологии бесплатно. Я сейчас просто... Почему я сразу не принял? Я размышлял, может, стоит отложить немного на более дорогие технологии, но все-таки решил взять. Ну, видите, не очень у меня тут фонтан. Нарезные стволы и так через один ход будут исследованы. Так что я беру военную науку и динамит. То есть у меня сразу нормальные пушки будут, артиллерия. Хотя, конечно, не очень хорошо потрачен рационализм. Поэтому стоило немножко оттянуть на более дорогие технологии. Вместо рационализма сейчас взять какой-нибудь другой общественный институт. Это вот обратите внимание на это. Ну, тут, я думаю, да, все. Аркебузеру зря я туда вщемился. Но зато, видите, увидел, сколько у него там войск прилично уже накоплено. И он так их там тихонько складирует. Ну, вот, видите, сожалею по поводу моего аркебузера Василия. Его так звали. Ну, и в связи с тем, что стрелки открыты, апгрейджу всех своих аркебузеров-стрелков, а пушки сейчас буду в артиллерию. Амгрейдить. То есть это уже приличная сила для защиты. С такими войсками можно защищаться. Строю очередную академию. Не забываем переключаться на нее. То есть ставить вот в замочек. Видите, тут у меня... Уже я отвлекся и очень много понарожалось жителей, которые без моего ведома обрабатывают те клетки, которые не надо, по моему мнению. Я их все переключил на еду, чтобы город рос. А вот, видите, мой соперник все идет по военным чудесам. Я, правда, тоже Бранденбургские ворота в данный момент строю. Но у него три хода осталось. До строительства у меня пять. Я решаю, что они мне нафиг не нужны. Я лучше вместо этого построю военную академию, которая будет давать продвижение моим юнитам. Нет, конечно, Бранденбургские ворота тоже дают продвижение, но вы же видите, я их не успеваю построить. Поэтому переключаюсь на другое. А так, по-моему, все военные чудеса, похоже, ушли моему сопернику. Так что у него будет довольно продвинутая армия сразу ко мне приходить. А у меня будут такие сосунки, можно сказать, по сравнению с его войсками. Ну, будет интересно. Будет интересно повоевать. Ну, вот в связи с тем, что я проапгрейдил свои военные юниты, а у него, как видите, стоит аркебузер, а я своими стрелками иду опять разведывать. То есть я уже меньше боюсь, что меня будут убивать, потому что у меня войска-то посильнее стали. И вперед на разведку. То есть не стоять на месте, не держать свои военные юниты на одном месте. Вы должны всю карту как бы держать, понимаете, да? То есть вы должны знать, где что происходит. Используйте... Если у вас есть военные юниты, они не должны простаивать, потому что вы тратите на их содержание деньги. Что же вы, если тратите деньги? Что они у вас стоят? То есть вы либо должны ими что-то захватывать, либо смотреть карту, ну, либо защищаетесь. Что там тролль-рыбак происходит у него? А, он забыл, я вам зачитывал, что он забыл переключиться на рост, на эти, на яблочки. Типа и поэтому город не растет. Вот, видите, у него там автоматом стоит на фокусе, а у меня все ручками делаю, поэтому как бы я более внимательнее за этим слежу, чем он. И это же, блин, всего один город. Я вам рекомендую именно все ручками тут делать. Всего один город и следить за тем, что обрабатывают ваши юниты, вполне возможно. Вот, видите, справа у меня скоро великий ученый родится и, похоже, еще и великий художник на подходе. Ну, великого художника мы будем использовать для начала Золотого века, а великого ученого все в ту же топку Академии. Будет нам все Академии строить. У меня тут такой академический городок получился. Новосибирск. Новосибирск. Ёлки, извините. Новосибирск практически. Вот, кстати, видите, мой соперник, у него Аркебузир стоит в крепости такой. Это не генерал построил, а рабочим строятся крепости. Вот он таким образом защитил подход вот к этому нижнему пятачку, вот там, где алюминий находится. Понимаете, да? То есть он достаточно сильно укрепил свой юнит. И его не выкурить просто так оттуда приходится. Вот он еще его и полечил. Блин. И довольно, несмотря на то, что у меня более продвинутые стрелки, чем его Аркебузир, все равно мне приходится напрягаться, чтобы его оттуда выкурить. Я его еще и не выкуриваю оттуда до сих пор. Все, он там засел, как заноза. Очень. Так, вот видите, у меня там практически уже все клетки закрыты обслуживающим персоналом. Но, видите, у меня не на производство стоит, а на еду. Ну вот, открываю стандартизацию. Надеюсь, первым построить статую свободы, потому что она дает молоточек каждому специалисту. А вы же помните, у нас специалисты сидят и в университете, и в школе. Ну, то есть мы много используем специалистов. И вообще при игре «Одним городом» у вас будет много специалистов, поэтому статуя свободы очень хорошее чудо в данном случае. Блин, видите, не смог я его Аркебузира прибить за этот ход. Смог он его увезти, к сожалению. Но вот сейчас будет шпионов у нас немерено, потому что, ну, мой соперник все батарею продолжает строить. Шпионов будет немерено, потому что их некуда просто девать. То есть один шпион будет сидеть у нас дома, и один шпион в городе противника. Ну, как видите, отстаю по населению, существенно отстаю по производству. Явно моего соперника уже фабрика построена. Не знаю, как по поводу ГЭС, наверное, тоже к ней идет. А я не могу построить, потому что у меня нет этих ресурсов. Но зато опережаю его на 6% по науке. Поэтому пока у меня одна надежда – это не терять свои войска, очень бережно к своим войскам относиться, и апгрейдить их по мере открытия новых технологий, апгрейдить их в более совершенные войска. Иначе, если он будет их у меня уничтожать, а производство у него выше, значит, у меня просто... Вот, блин, видите? Он моего стрелка пушками застрелял. Не успел я его убрать. Так что, видимо, надо отходить. У него уже пушки, которых я не вижу и до которых добраться не могу. Надо отходить на свою территорию и начинать обороняться. Он явно уже ведет сюда войска. Так, ну, никаких чудес уже нету. Надо строить войска. То есть я буду по очереди, видимо, строить стрелки, артиллерию, стрелки, артиллерию. Ну, а ученых все садим на Академию. Жалко, конечно, вот того Аркебузира я не добил. Ну, что ж поделать. Все, блин, не могу решиться, убирать своего юнита или не убирать. Так, меняем местами. Давай, стреляем. Успею Аркебузира убить. Ну, ну, давай, ну. Готов. Фу. Значит, этого все-таки нету уже больше. Он просто не видел... Видите, он почему его не убрал? Потому что он не видел мою артиллерию ту, и она ему не видна. И он не знал, что я сейчас его буду Аркебузира артиллерии убивать. Так бы он, конечно, его в первую очередь убрал. Ну, с великим ученым понятно. Ставим его на Академию. Традиционно. Да, кстати, вот видите, я сейчас исследую стандартизацию, но эта же технология и ведет к лабораториям. Так что здесь у меня все по пути, так сказать. И лаборатория, и заодно буду апгрейдить своих юнитов. Так, все замечательно. Так, 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 так. Здесь у меня войска пока пускай стоят. Ой, он уже... Ой, две пушки подвел. Блин, надо убирать, конечно. Естественно, он в начале следующего хода будет меня обстреливать. Ну, то есть это я две пушки вижу, а сколько у него там на самом деле стоит явно больше. Так. Ну вот, вместо того, чтобы Аркебузира обстреливать, надо было бы стрелков своих убирать. А-а-а, успел. Фу. Увел из-под удара. Так. Отходим. Немедленно отходим. Так, куда же, блин, двинуть? Поменяли эти местами. Видите, вот мне лично нравится в пятой цивилизации вот этот... То, что только одного юнита можно держать на клетке. То есть надо... Это дополнительный стимул к мыслительному процессу. Надо думать о том, куда поставить свои войска. Думать, как их передвигать потом. То есть это логистические еще проблемы, которые тоже приходится обдумывать. А чем больше таких мыслительных процессов, я считаю, тем больше тренировка мозга и тем лучше. И в данном случае, видите, я решаю логистическую проблему, как лучше отвести мои юниты с меньшими потерями. Ну, соответственно, мой соперник решает логистическую проблему, как получше бы мои юниты уконтрапупить, чтобы как можно больше я понес потери. И вот кто лучше их решит, вот, видите, одного юнита я не успел убрать. То есть в данном мини-бою, считайте, побеждает мой соперник. Потому что, ну, во-первых, он вынудил меня отступить все-таки. Хотя мы на нейтральной территории, нет у кого никаких бонусов. А во-вторых, еще и пару юнитов моих уничтожил при этом. Что они и есть гуд. Вы же помните, что у меня производство намного хуже, чем у моего соперника. Я вот надеюсь его хоть чуть-чуть поправить с помощью статуи свободы, которая даст по молоточку в руки каждому моему специалисту. Так, ну, пока до открытия стандартизации я не буду на молотки переключаться. Пускай город растет как можно лучше, и чтоб как можно больше науки было. Вот я следующим ходом буду апгрейдить тогда свои юниты в пехоту Первой мировой. И вот пришла пора принимать следующий общественный институт. Пока, видите, решил отложить, убрать юниты подальше. То, знаете, ну, бывает, что времени не хватает, поэтому лучше сначала сделать важные ходы, которые нужны в данный момент. А потом, если уже успею, там, принять общественный институт, тогда и так далее. И вот следующая технология, как видите, я добрался до пластмасс, которые дадут мне лаборатории. То есть это последнее научное здание в этой игре, наконец-то. Ну, и я принимаю порядок, потому что он мне будет давать производство хоть какое-то. И в данном случае, когда у меня нет ни угля, ничего, только порядок. Денег у меня достаточно, слава богу, поэтому я по коммерции не пошел, а вот порядок неплох. И к тому же я могу теперь очки веры тратить на великих инженеров, а не только великих ученых. То есть если мне будет нужна какая-то очень быстро чудо, ну, вот видите, я как раз переключил. У меня следующим ходом родится от веры великий инженер. Видите, у меня 670 очков веры надо было, а у меня уже 655. И я смогу следующим ходом построить сразу статую свободы. Просто, что просто замечательно. Ну, вот видите, мой соперник уже подошел к моим границам. И сейчас начнется бойня. В общем-то, битва за Амстердам. Битва, которая решит исход этой игры. Если я смогу отбиться без особых потерь, то, наверное, победа будет за мной. Потому что мой соперник пожертвовал наукой ради более сильной армии. Так, что-то у меня не... Я решаю, что строить. Военную базу дорого покупать. А, решаю, что купить. Ну, давайте артиллерию прикуплю. Денег у меня много. Я уже все проапгрейдил вроде. Поэтому... Видите, я сделал улучшение моей артиллерии для стрельбы по непересеченной местности. Потому что видно, что мой соперник будет наступать именно с лугов. То есть, с открытой местности. И чтобы ему больше нанести урона, я именно такие повышения и сделал. А пехоте, так как она будет защищать артиллерию, я первым, естественно, делаю улучшение по защите от стрельбы по ним. Потому что явно артиллерия вражеская будет их пытаться убить. Так, ну, строю статую свободы в городе. Так, не понял, зачем я на артиллерию переключился. Что-то я... Это я, видимо, в этот момент о чем-то задумался. Потому что надо статую свободы строить. Видимо... О, смотрите, уже так прилично мой соперник опережает меня по солдатам-то. Надо... Видимо, я вот на это посмотрел и решил, что надо войска строить. Ну, для этого же нужно производство. Поэтому нужна статуя свободы. Зачем? Зачем я переключил? Надо инженерам улучшать... Точнее, убыстрять строительство статуи свободы. И будет мне хорошо. Ну, хоть чуть-чуть поправлю производство-то. Да. Не обязательно вот одним городом играть именно только на развитие и на науку. Вы смотрите там по демографии. Если вы конкретно всех опережаете, то останавливайте рост, клепайте большую армию и идите завоевывайте. Просто аннексируйте чужие города. То есть, у вас чуть меньше будет счастья. Ну, вы же видите, вон, сколько у меня сейчас счастья. Этого вполне достаточно, чтобы хватило на аннексированные города. Ну, вокруг них... А, ну вот, наконец-то я догадался ускорить статую свободы, слава богу. Вокруг них традиционно строите торговые посты окружать, чтобы они приносили золото. А при открытии рационализма они еще будут и науку приносить. Вот видите, сейчас переключаю некоторую обработку клеток, переключаю на специалистов. Потому что они начнут приносить мне не только бонусы, то есть, опера-культуру и так далее, но еще и после постройки статуи свободы еще и молотки. Поэтому мне здесь много специалистов нужно будет. Ну, вот я своих юнитов устанавливаю в оборону. Видите, у моего соперника есть проблемка в плане апгрейда юнитов. То есть, ему, чтобы апгрейдиться, надо возвращать их к своему городу, там апгрейдить, а потом возвращать обратно, что не очень удобно. А я в защите стою и спокойно при открытии очередной технологии делаю апгрейд. И, как бы, не теряю времени на передвижение юнитов туда-обратно. То есть, это еще один плюс к тому, что удобно защищаться будет. Ну, тут мы занимаемся обоюдным обстрелом друг друга. В городе после того, что я построил статую свободы, я могу продолжать юниты строить, потому что, естественно, и мой соперник их тоже постоянно строит. А если я сейчас остановлю их производство, то он может просто волной своих юнитов меня смыть. Кстати, вот интересно, видите, он все-таки в лоб по прямой на меня нападает. Я знаю, что у него там должно быть несколько генералов, как минимум, потому что вот от Бранденбургских ворот дается генерал. Там еще от какого-то, по-моему, чуда, которое он строил, тоже у него генерал должен быть. И поэтому странно, что вот он только с одного направления. Вот лично я бы атаковал с нескольких. То есть, я так, судя по демографии, у него должно быть где-то юнитов в этот момент 12 всяких. Но вот разделить их хотя бы на 6, и вот одним отсюда атаковать, а другими снизу. Он бы таким образом мне больше проблем доставил. Так, ну, вот у меня еще заодно и великий артист появляется, так что буду золотой век у себя начинать. Ну и на всякий случай, вот видите, я туда вниз как раз отправил своего пехотинца, чтобы на всякий случай... Ага, вот видите, он как раз там внизу что-то делает. Вот я там заметил движение кавалеристов. Опасненько, то есть, видите, он как раз и думал о том, чтобы начать нападать оттуда. Так, здесь он обходит меня с этой стороны. Ну, то есть, все, как я и говорил. То есть, он тролль, рыбак, опытный игрок, знает, что со всех сторон нападать. И начинает обходить с флангов, чтобы я не расслаблялся. А то, конечно, я бы так скучковал юниты, и мне удобно обороняться. Нет. Он все правильно расставляет по периметру, запирает меня у себя в городе. Я не вижу, что он там делает, как он перемещается. И начинает меня потихоньку кусать, обстреливать, всячески напрягая. Ну, тут наша обоюдная задача добраться до артиллерии соперника. То есть, уничтожать ее в первую очередь. Хотя, после в аддоне вообще сила артиллерии против юнитов снижена. Но все равно, когда их много, а я думаю, что тролль, рыбак много их построил. Да и у меня их достаточное количество. Когда их много, то они, ну, как минимум, по одному юниту вход могут уничтожать. Поэтому, если... Ну, и кроме того, в рукопашном бою они слабы. Поэтому, если мне удастся своими пехотинцами добраться до артиллерии противника, я смогу их так существенно прорядить. Вот, к сожалению, я потерял своего пехотинца. Неосмотрительно, слишком близко выдвинул его. И, как видите, мой соперник мою армию так неплохо прореживает. А я уже не помню, когда я его юнита последний раз убивал. Это значит, что тактически я проигрываю. Проигрываю. Не очень удачно двигаюсь. Ну, вот видите, удаляю своего рабочего одного. Потому что у меня уже все клетки практически... Не, не практически, а все. Я вижу все клетки, которые мой город может обрабатывать, улучшены. Одного рабочего я на всякий случай оставлю для того, чтобы ремонтировать клетки, если мой соперник до них дорвется и начнет разрушать. То есть, чтобы потом можно было кем отремонтировать. А так, лишнего рабочего у меня... Итак, я открыл пластмассы, наконец-то. Я могу строить в городе лаборатории последнее научное здание, чем я сейчас немедленно и займусь. Плюс к тому, я могу апгрейдить своих юнитов в более совершенные пехотинцы. Ну, вот еще, еще тут у меня построилось что-то. Везде делаю продвижение защиты от стрельбы артиллерии. Чтобы меньше можно было их убивать. Видите, тут не могу решиться, какую артиллерию обстрелять. Вообще, очень опасно. У меня тут так моя артиллерия выдвинута. Боюсь, как бы не потерять эту единицу. Так. Не понял, почему... А, не могу купить лабораторию, надо строить ее. Денежек не хватает на покупку. Кузницу решил, чтобы быстрее юниты строились. А, видимо, я на лабораторию решил денег накопить. Но у меня как раз через два хода хватит. Так бы она строилась в четыре хода, а так я ее через два хода куплю. Да, так лучше будет. Но у нас тут продолжается такая тактическая война. Вот интересно, такой эффект необычный. Вы видите сейчас армию противника. Но вы же не знаете. Всегда ощущение, что самое... О, не успел убрать. Еще одного моего пехотинца уничтожили. Класс. В общем, всегда ощущение, что у него еще больше там раза в три армия где-то на невидимой территории находится. Понимаете, да? И это очень так страшно. Хотя на самом деле, может быть, что вот вся его армия, это вот все эти видимые юниты. Поэтому надо всегда ориентироваться по демографии. Вот если там видите, что так практически одинаковая армия, то вы можете смотреть по количеству юнитов у вас и понимать тогда, сколько юнитов у вашего соперника. И таким образом... Так, я решил все-таки... Правильно, не будем... Решил строить лабораторию, а покупать юнитов. Потому что только что два юнита профукал на ровном месте. Поэтому сейчас нужно как-то это восполнять. Так, вряд ли я смогу, к сожалению, убить этого пулеметчика. Но до кого дотягиваюсь, того побью. Но вообще сейчас, конечно, тяжелый момент у меня. Потому что... Помните, я вот... Недавно смотрел демографию, уже тогда было больше войск у моего соперника. Сейчас я еще нескольких юнитов потерял, не убив ни одного юнита соперника. И он явно их там продолжает клепать. Вот он еще и стрелков сейчас подвел. Поэтому плохо-плохо-плохо. Зато у меня генерал появился. Слава богу, что несколько снизит урон, наносимый мне. Ну и, естественно, повысит урон, наносимый мною. Ну, понятно, что у него генерал где-то там вот на невидимой территории тоже стоит. Он без генерала бы на меня не нападал. Вот куда-то он там побежал своим кавалеристом сбоку. О, вот он где. Ну, слава богу, видимо, тут припасен юнит специально защитный. Он думал сейчас обойти меня с фланга и там что-нибудь меня накуролесить. Фигушки. Видите, у меня тут есть паренек свой. Познакомьтесь, Иннокентий. И он защищает фланг сбоку вот от всяких таких кавалеристов, конников. Ну, как видите, я вот своих израненных юнитов пытаюсь оставить на излечении. То есть отвезти в сторону, во-первых, чтобы их не добили из-под огня. Там, слава богу, у меня с той стороны, видите, лес. Мой соперник не может с той стороны на меня напасть своей кавалерии внезапно. Чтобы я вот прям врасплох был застан. Ему придется там пробираться. Поэтому вот я в ту сторону отвел свои войска. И там они у меня полечатся, пока я не наберу новых. Но вот видите, несмотря на то, что у меня тут проблемы с войсками, я все равно строю лабораторию. Потому что все-таки у наук, я надеюсь, что я сумею отбиться. После лаборатории я начну усиленно клепать юнитов. Но так как я сейчас вот опережаю его по науке, у меня более крутые пехотные юниты. То есть у них больше сила, и они смогут больше выдерживать стрельбу из артиллерии. Поэтому я хочу закончить лабораторию, чтобы иметь еще больший выигрыш по науке. И тогда уже после этого, потому что больше никаких научных зданий строить не надо будет, после этого уже пойти на строительство юнитов. Да, кстати, я забыл отметить, что по науке я на данный момент иду к ядерным ракетам, чтобы одним ударом уничтожить армию своего соперника. До них, конечно, далеко, но именно для этого я и строю лабораторию, чтобы быстрее до них добраться. Ага, вот видите, мой соперник все-таки попытался через тот лес добраться до моих раненых юнитов. Но я его сейчас шуганул артиллерией, не знаю, на его месте побоялся дальше идти. Хотя по-хорошему, если бы он дальше пошел, то он бы мою эту артиллерию... А, ему через речку перебираться. Вот он его... мне еще речка помогает. Потому что переход через речку – это потеря хода. Поэтому очень хорошо, что я там располагаю. При пересечении реки его артиллерия, кто там, кавалерия, будет терять ход. Поэтому он вообще побоится идти, я думаю. Но вообще, как видите, под стенами Амстердама такой суровый фронт развернулся. Две такие армии в линию по диагонали друг напротив друга стоят. Смотрите, у него тут два рабочих. То есть он явно строит дорогу. И вот он как дерзко своего стрелка всунул в самую гущу моих войск. Ой-ой-ой, опасненько. Не знаю. Видите, я не убиваю его. Он еще останется на следующий ход. То есть надо отводить артиллерию. Иначе я и каюкаю. И он пошел в наступление. О, переломный момент. Он пересекает реку. Вот что сейчас будет. Что сейчас будет следующим ходом. Боже-боже. Да, у меня не так много юнитов. Вы понимаете? Тяжело. Так, надо быстрее Иннокентия переводить на тот фронт. Посмотрите, у него вон внизу еще уланы двигаются. Ну, правда, уланы у меня не страшны. У меня нету кавалеристов. Ёлки-ёлки, убиваем быстрее. Блин, повышение у юнита. Фу, так, этого успел вынести. Так, этого уводим из-под удара артиллерии. Этот пускай тут впереди стоит, потому что... Ага, увел. Все-таки побоялся. Видите, я его шуганул. И он побоялся двигать дальше. Хотя, вот я смотрю на ситуацию, кто его знает. Может быть, и была у него тут возможность прорядить мои ряды существенно. Да, такая ситуация была. Но, слава богу, отбился. Еле-еле, правда. Так, ну, достроил я лабораторию. Теперь у меня очень большой выход науки. И мы продолжаем идти к ядерным... А, у меня верхняя ветка вообще не открытая. Мне вообще бы неплохо было бы... Да, да, мне нужно открыть нефть. Поэтому отменяем пока движение к ядерным ракетам. Надо открывать нефть, использовать самолёты и воевать. И таким образом отбиваться. Потому что, понимаете, в чём проблема? Когда я иду к ядерным ракетам, а вдруг у меня не будет урана на территории. Понимаете? Тут ещё такие проблемы могут быть. Так как мне офигенно не повезло с углём и алюминием, то и с ураном может не повезти. Так, очередной общественный институт. Вот, успел его стрелка уконтрапупить. Продолжаю обстреливать его батарею. То есть, слава богу, так как я отбился от его атаки, можно на этой волне, раз он отводит войска, надо на него давить. Типа, у меня тут много войск, сейчас буду нападать. Так, ну и что мы примем? Продолжаем порядок. Но вот тут у них есть национализм, который плюс 15% на дружественной территории даёт. Так как я обороняюсь, что это просто замечательный институт будет. Вот его и принимаем. И у нас уже тут и генерал, и дружественная территория. Всё прям очень неплохо. И вот здесь я закончу, пожалуй, вторую серию. В самый разгар битвы за Амстердам. И очередное подведение итогов. По технологиям идёте после архитектуры к астрономии. Я к ней не шёл, потому что у меня город не находится рядом с горой. Но если у вас город рядом с горой, а вы, если вы против компьютера играете, то можно такую территорию себе сделать, то идёте к астрономии, потому что там будет обсерватория. Потом к научной теории, там школы публичные, что увеличивает науку. И потом к пластике, к пластикам, к лаборатории. Параллельно с этим вы смотрите. Если у вас там какие-то проблемы с войной и так далее, то вы можете, конечно, отклониться от этого пути и пойти по военной ветке. Так что вы будьте внимательны. Общественные же институты принимаются в таком порядке. Открываем рационализм, потом секуляризм и свободомыслие. Если вы играете против компьютеров, то выбирайте научную революцию. С её помощью вы можете заключать более выгодные научные договоры. Иначе же после свободомыслия открываете гуманизм, суверенитет и научную революцию уже в самом конце, закрывая рационализм. После открытия рационализма вы смотрите по ситуации, но обычно идут на порядок. Можете, в принципе, закрыть и коммерцию. Опять же, следите за тем, как у вас будет проходить игра. Но тут главное закрыть полностью рационализм. Это большая прибавка к науке. Всё, вторая серия закончена, продолжение следует.